Привет-привет, дорогие друзья, мужики. Этот видеоролик, наверное, в первую очередь я записал для вас. Поговорим о том, что у нас происходит на сегодняшний день. Я думаю, что многие из вас, даже те, кто не имеет отношения к вооруженным силам, слышали о тех зарплатах, которые оплачивают военные. Особенно тем военным, которые действительно реально рискуют своей жизнью. Для многих людей эти деньги, ну, действительно очень большая сумма и являются какой-то такой суммой космически даже неподъемной, я бы сказал. И, соответственно, некоторые женщины, они пытаются... Вот специально вставлю фрагментик из видеоролика с моего телеграм-канала. Кстати, пользуясь моментом, подпишитесь на телеграм. Там, видите, есть те видеоролики, которые не выходят на ютубе. Они достаточно, я считаю, интересные. Я буду спілкуватися с праворами. На имя свое скажи. На какая разница? Ты что, прикалываешься, блин? Как вы видите, мужик не очень хочет давать документы. Центру комплектования рассказывает, там, пытается всячески от них отбиться. А женщина говорит, ну, ты предоставь, ты ж пойдешь. И благодаря чему вообще эта вся ситуация происходит? Постанова Кабинета Министрове 28-го лютого 22-го року, номер 168. Пытание деяких выплат військовослужбовцам, усиборядового начальничества склада, полицейским та их семьям, під час дії военного стану. И вот, бачите, тут скажут, 30 тысяч гривень, там, далее, 100 тысяч гривень. Тобто суммы достатньо значни оплачивать. Мне уже достаточно много людей рассказывали, что есть такое. К примеру, есть какой-то мужчина, он находится где-то там, ну, не в вооруженных силах, является гражданским. А его жена, даже, кстати, зачастую это бывшая жена, пытаются его отправить. Пишут письма, пишут доносы, центр комплектования, что такое-то, такое-то скрывается там-то. Что вы знаете, где он, что он. Чтобы, даже если взять вопрос, связанный, если они развились с элементами. Ведь одно дело, алименты получать из каких-то там 10 тысяч гривен, или из каких-то вообще, если человек не работает, там, какие-то пару тысяч гривен. Или получать алименты, исходя из суммы 100 тысяч гривен. Конечно, это гораздо большая сумма на ребенка, тут, кажется, всем это понятно. И женщины зачастую пытаются мужика отправить послужить. А если копать дальше, вот что я хочу заметить. Установить, что семьям загребных осіб, зазначенных в пункте первом, цели постановы, выплачивается одноразовая грошовая допомога в розбире 15 миллионов гривен, которая распределяется равными счастливыми на всех отримывающих, предпоченным пунктом 16 закону такого-то. То есть, очень печальная, я честно хочу сказать, ситуация. Берешь, как говорится, отправляешь мужика туда, и вот что получается, если он погибает. 15 миллионов гривен. Сумма достаточно серьезная. А если ты его не любила, как говорится, а если там всякие, а если. Конечно, очень печально, что такое существует, но мне многие люди рассказывали о такой вот ситуации, что действительно это происходит во время консультации о том, что женщины пытаются всячески отправить своего бывшего мужа, иногда и нынешнего мужа, если даже они к ним не развелись и живут вместе, чтобы он пошел служить вооруженные силы Украины. Также в данном видеоролике я хочу поговорить об одном практическом аспекте. К примеру, бывает такая ситуация зачастую, что женщина живет вместе с мужчиной, и живут они гражданским браком, как у нас говорят, то есть не расписываются. Поэтому зачастую у нас многие стараются перед тем, как мужчина пойдет воевать, с ним расписаться, чтобы как-то отношения подтвердить с точки зрения нашего государства, чтобы было свидетельство о браке, и соответственно, уже были какие-то гарантии, если с мужчиной, не дай бог, что-то случится, то что женщина получит денежные средства. И тут достаточно интересное дело было, есть так называемый у нас гражданско-процессуальный кодекс. Там есть такое, как установление фактов, установление фактов совместного проживания. И начали судиться, получается, люди, я смотрел в другом видеоролике, у юристов они об этом рассказывали, о том, что мужик погиб, а женщина хотела установить факт, что они совместно проживали. Подали в первую инстанцию, выиграли, хочу я заметить, ТЦК подал апелляцию, апелляцию выиграли, и ТЦК уже подал, соответственно, в Верховный суд. И уже в свою очередь в Верховном суде было принято решение, где сказали, что вы неправильно судились. Тут я хочу заметить, что есть такая ситуация, есть кодекс административного судопроизводства, это когда судятся с государством. Там отдельная судебная гилка, Влада идет там, где судятся именно конкретно с государством. А есть гражданско-процессуальный кодекс, о котором я говорил, они судились по гражданско-процессуальному, прошли все эти инстанции, Верховный суд уже написал, что оказывается это публично-правовой спор, и надо судиться с государством. То есть начинайте заново, как говорится. Это к тому, чтобы вы понимали, что такое наша судебная система. И если кто-то, кстати, надумает за такие вещи судиться, то, чтобы не делал ошибку, а сразу подавали по кодексу административного судопроизводства в соответствующие административные суды. Меня, кстати, там много очень спрашивали в последнее время об этих судах. Это суд, если коротко сказать, где судятся с государством, и те судьи, которые получают зарплаты от государства, можете сами подумать, какие там плюс-минус выносятся решения по данной категории дел. Кстати, хочу заметить, очень много об этом наши депутаты даже там говорили, было какой-то подан законопроект, чтобы представители ЛГБТ-сообщества, если кто-то из них служит, они же там не могут между собой установить какие-то отношения официальные. Нельзя жениться, замуж выходить, сочетаться браками у нас по нашим законам. То хотели там что-то принять, чтобы они могли тоже, если что-то, не дай бог, они там вдвоем живут, что-то тот пойдет служить, кто-то из них, и что-то с ними там произойдет, тоже, чтобы тот второй мог получать эти же самые выплаты. Но пока, хочу заметить, до этого дела не дошло. Хочу, чтобы вы в конце посмотрели небольшой отрывочек интервью подалека. Это интервью, кстати, у меня в Телеграм-канале тоже было. Поэтому по Крыму все будет круто и так далее, я имею в виду. Знаете, я хотел бы, чтобы мы с вами через месяцев шесть, вот я специально поеду на набережную Ялты, там есть у меня свое любимое место, я хочу с вами оттуда включусь, вот гарантирую вам обязательно, я включу там телефон, и мы с вами поговорим о том, каким будет Крым, свободным Крым, а в это время оттуда уже уедут все русские. Хочу заметить, что это эфир от 22 ноября 2022 года. Через шесть месяцев поеду в Ялту и расскажу о судьбе Крыма. Он там собирался капучино где-то на набережной попить. И, соответственно, я хочу сказать, что дай бог, конечно, чтобы так было, как господин Михаил рассказывает, и я бы даже с ним туда тоже с удовольствием в Крым поехал. Я там до войны, кстати, несколько раз был, там действительно очень красиво, и природа там действительно замечательная. И в конце видеоролика хочется все-таки, так это все печально и грустно, то, о чем я рассказываю, хочется дать немножко вам все-таки какого-то позитива и улыбки. И я вспоминаю у нас пятый президент Порошенко, и я хочу сказать, что в конце видеоролика небольшой с ним, что все-таки очень-очень хорошо, что он абсолютно не пьет. Пане командире, полковник Порошенко доповидаю. Пизготовлены буржуйки. Буржуйки сделаны, до речи, на нашему киевскому предприятию.